здравствуйте друзья у нас в гостях из солнечного сан-диего из не менее солнечного краснодара марьяна марьяна рассказывайте о себе так в рамках так сказать вот чуть поросло скажите вот мы смотрим на аудиторию о себе но вы скажите что вы из краснодара чтобы какую-то профессию там получили работали где-то приехали из краснодара семьей там я работала юристом адвокатом сейчас переехали сюда обживаемся сан-диего потихонечку какого плана вы адвокатом более специализировались ну и гражданская и уголовная специализация была на самом деле ну конечно предпочитала гражданские так у вас своя практика или у кого-то я стоял в коллегии адвокатов в краснодарской краевой да да а вот я все время слышу какие-то истории если если удобно в этом году что вот там как-то вот суды и судьи взятки берут и вообще там как-то вот какая система не очень честная как-то она так скажем не на всех одинаково смотрит есть такое но это прям как совершенно открыто или все-таки ну вот не так что то взял там у каждого деньги возьмет там и как-то это все-таки завуалировано конечно завуалировано но по факту все знают что и как там происходит на самом деле если люди подходили они уже с конкретным вопросом сколько как вы можете помочь все как бы в плане закона уже никому не интересует на самом деле они сразу понимают что надо решать вопросы как это каким-то другим способом вне да вне рамок да вне рамок ну хорошо но вот вам нравилась профессия ваша вообще вот так интересно было работать ну да конечно нравилось я с 2006 года вау да сначала стажировалась год потом получила статус адвоката а вот с точки зрения учебы вот просто поступил себе там на адвоката и учишься или это тоже вот связано с какими-то такими слева справа там выходные пути там или что значит вымогают или там как как это все происходит улыбается я же чувствую попал куда-то михаил понял все тогда не надо значит понял понял вас деток двое какого возраста детки 7 и 8 ой такие погодки этого специально так или так получилось хорошо они вообще так друг другом как-то не конфликтует у них там отлично они друг с другом жить не могут ой хорошо тоже симпатичная муж симпатичный хорошо так а муж по профессии кто у вас муж у меня биолог первая профессия у него биолог а вторая у него экономическая специальность а чем плохо биологу то я не понял зачем ему 2 ну по факту биолога можно идти или подавателям школу там у нас или в какую-то совсем маленькую не могу но в какую-то лабораторию реактивы мешать соответственно зарплату вы подождите а вы хотел исследования какие-то да или что он хотел делать не скажу что исследования но он отучился на биолога какой-то период жизни и почти сразу пошел учиться я понял то есть он он себе наверное что-то думал там когда учился что он будет там где-то в каком-то конном заводе работать да ну в общем не получилось хорошо а биологи они циничные вообще нет ну ваш а то знаешь там насквозь все видишь смотришь там на животное все видишь там на человека смотришь так а чего вдруг вы снились и поехали чего а вы вы сначала здесь приезжали посмотреть вы когда но уже собирались вы как-то так не не афишировали или вы в такой среде находились где как-то люди знали и вас поддерживали в том что вот нет никто не поддерживал и никому не говорили знаю только родителей тоже ближе к отъезду но родители не не то что там сильно возражали мы как бы уже были настолько серьезно настроены что они уже и ничего не сказали на вот в краснодаре где вы там были вы все таки с людьми общались там да там с точки зрения ну как бы сказать настроение местного населения они какие-то там такие ура патриоты первый канал смотрят постоянно обсуждают там какие-то постоянные как там мне очень нравится как путин время переигрывает запад он все время как что-нибудь творит выяснилось он переиграл то есть они вот такие есть есть такая как бы патриотический такой патриотизм был на пике мода была даже не знаю как это назвать все были очень патриотичные сейчас не знаю может поменялась ситуация а сейчас еще поменял не знаю ну да уехали нет патриотизм хорошая вещь можно это заменяет продукты питания как-то мы-то в ссср только на патриотизме друзья и выживали не было войны забирайте нашу пенсию лет у них заберут безусловно не то что кто-то постесняется это правда да ну хорошо значит а почему встал вопрос что пенсию забираете пенсионеры я слышал это говорят ой да ничего страшного лишь бы войны не было и вот такие разговоры понял понял бог с ней с коррупцией правда конечно ну хорошо то есть вы но вы не то что вот так вы знаете как говорят люди ради деток там вот мы или вам самим тоже так хотелось еще пожить конечно да это мой муж так всегда говорит хочется и как-то пожить самим конечно и и детей хотелось вырастить немного в другой обстановке чувствуется уже вот допустим вы сколько тут это полгода больше чувствуется по детям что-то что чувствовали более спокойно были открытые потому что там у нас особо дети не открыты они отличный раз не улыбаются даже в школу да они вот с непривычки все время смотрю на них со стороны они были таким осторожны и серьезные и лишний раз не улыбнуться и ничего а бегут бегут в школу теперь бегут сначала тяжело им было из-за языка немного комплексовали а сейчас нет такого что друг с другом вдруг на английский перейдут конечно нет жду когда это наступит это быстро произойдет сейчас у вас каникулы значит марьяна у нас отучилась только что да в онлайн новом классе и а вообще откуда нас знаете да мы ваши давние так сказать погонники на года с 11 с 10 смотрим со средней школы фактически ой 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 сначала начал муж смотреть ему очень нравилось народ кстати какие люди бывают какие люди бывают мой с 11 года ну хорошо так эта часть понятная мы с вами когда скайпе разговаривал что вы еще краснодаре были год назад о чем мы обсуждали как дальше жить ну пока получается все ну ладно то есть пока все получается ну хорошо значит как вот вы учились там на тестер это вот все-таки вы юридического образования человек и как как воспринимается вот эта наука ну я честно скажу мне сначала очень тяжело я гуманитарий вот я не знаю до костей и мне поначалу было прям вот непонятно и все сейчас уже хорошо все стало интересно сейчас мне это втягивает еще больше больше хочется и то и другое третье посмотрели ну скоро будем работу искать значит мы пока занимаемся полировкой такой и мариана приехала в кремниевую долину а вы одна или сможем потому что она приехала на конференцию конференция чего велосики называется конференция она проходила санта кларе . четыре дня была очень интересная там такая насыщенная программа не было очень много занятий выступлений еще муж говорит ешай говорит да он у меня хороший друг а сам с детьми там ну мы на самом деле хотели с детьми но не хотелось тоже детей загонять лишний раз ну хорошо сейчас каникулы уже в школе так подождите а чего вдруг то вы чего вам захотелось на какую-то конференцию ехать велосики 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 что такое велосики так fast scalable resilient так вы чё по-английски то вы как нормально да ну как курс наш ваш курс вообще хорошо ваше произношение мне близко и понятно вы четко выговариваете все слова друзья когда я говорю по-английски многие думают что английский такой простой язык да ну хорошо ладно так а вы но вы не испытываете проблем в разговорах вот на улице там где-то или что-то мешает ну так в бытовом плане нет бывает когда как разбилось когда как-то специальный термин там например зубного я пошли много чего всего как бы такого вы кто по гороскопу то будете водолей вот и как а муж слушайте вот парочка то да ребята да ну ничего как тестировать начнете у вас все эти земные заводяных зайдут и будете реально нет не отличать там на такой процесс интенсивный днем ночью а вы состоянии вот так вот сувер таймом с там я не знаю по 10 часов в день можете работать физически тестировщик но физически что трансформатор носить не надо вы знаете есть такой вид от мне очень нравится как там муж муж и жена и жена это про когда выходим в туалет вот то что мы там делаем ты думаешь это умственный труд или физически я думаю умственный потому что был бы физически мы бы кого-то наняли да друзья речь идет об умственном труде но вы же общественный трудоработник вы же адвокат там в принципе восьмичасовой рабочий день если нормально то и не знаю нормально восьмичасовой а если десять но за деньги конечно да вообще наверно хорошо а вот в сегодняшних ваших представлениях о жизни вот допустим сколько вы должны были бы зарабатывать чтобы сказать ну вообще ну класс вот все удалось вообще вообще ну хорошо хорошо устроились да ну хорошо ну действительно хорошо только я и и так и так скажите не знаю если бы я зарабатывала сейчас ну не сейчас но может быть через пару лет ну а ну через пару лет но у меня так амбиций большие да много так ну не знаю даже но планку надо поставить как-то 70 как-то с низкого старта берете ладно хорошо а на двоих хорошо так это вы хотите в сан-диего так то есть вам там нравится вы не хотите уезжать ну это правда вообще сан-диего приятно там а что именно вот океан ходить а там там нравится я совершенно болтею сан-диегородского даунтауна это просто вот идешь и ну как вот не знаю как амброзию какой-то принимаешь вовнутрь есть такой есть вас там не обижаются там ну я не знаю кто ну ладно ну хорошо значит друзья давайте мы я почему хотел вам мариану показать во-первых она симпатичная во вторых она из краснодара у нас тут из краснодара это часто не бывают еще бывает бывает слушать а там вообще в краснодаре все симпатичные девочки то есть такой южный загорелые загорелые такие стройные особенно сейчас летом в коротеньких юбках а зимой тоже не ходят в коротких юбках? ну холодно вы знаете что у меня знакомая моих лет женщина ездила в минск в командировку ну по работе и приходит приезжает я говорю ну как там она говорит ты знаешь а зима была и она говорит ты знаешь ужас какой девочки молоденькие хорошенькие красивенькие такие вот там по улице идет в сапогах юбка там ну буквально вот уже дальше некуда и вот так по холоду ну я не знаю но я понимаю что девочки красивые там есть что показать но просто я же я за здоровье переживаю я уже не столько там за все остальное сколько ну то есть друзья если кто-то вот действительно думает об этом деле езжайте в краснодар или вот там сейчас такая модная тема значит там репатриироваться из стран ближнего зарубежья езжайте к нам казакам есть казаки у вас там все казакам что у меня есть казачьего давайте папаху давайте не 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 это 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 как это такая не совсем казачья папаха такая осетинская вот я показываю всем что я не дурю никого со звездой здорово казаки ничего пригодится как-то чеченцы похож у них похоже национальная одежда давайте вот лохматую давайте это осетинская вместе очень хорошо ли вы такая жгучая пронетка а я такой жгучий блондин получился в этой штуке да как его фамилия есть такой поет такой кучерявый белый сша до будет такой я забыл артист есть уже лет 20 поет не ну давайте я про вот это говорю ну ребята знают они там напишут ну хорошо давайте мы тогда пожелаем вот очень важный момент мы мариане пожелаем хорошей такой успешной адаптации и чтобы она стала супер дюпер тестером я хочу сказать что у нас те кто с юридическим образованием обычно очень хорошо движутся в профессии да и в начальнике хорошо выходят и у них у них видение есть знаете они вот видят они видят big picture вот они не душа ты думаете вы тут пусиськи мусиськи то поэтому напильником и пили вняж по опиливанию в школе учили в опиливании вот вот они видят big picture такой и это им очень сильно помогает особенно когда они растут вот так в административном плане поэтому в общем так хочется уже поднять там искать так выпьем за так выпьем за успешную иммиграцию и чтобы деток больше не планируете ну то есть может быть вот это очень существенно значит в общем все хорошо было у ребят и давайте тогда так договоримся вы когда уже устроитесь и так у вас будет больше чего рассказать вы к нам придете я вам другую шапку дам а давайте мы вам такую наденем вот эту давайте мы вам вы так уже за два казака а смотри какая как-то муж сказать казачка получилось кто то я смотрю такая вот такая эффектная получилась у меня есть еще одна шапочка такая пониже у нас была тут девушка тоже казачка скатанская из из бостона приезжал вот тут надо искать у меня так много чтобы обыщешься но пока так значит все тогда машем машем бай-бай и говорим пока машем